В Дагестане, там сегодня в городе Махачкала, в столице этого российского региона, прошел, кажется, один из самых крупных митингов. Женщины, мужчины вышли на улицу, чтобы протестовать против мобилизации. В эти минуты в Махачкале проходят жесткие задержания. Женщин валят на асфальт, избивают, затаскивают в автозаки. Мы можем показать вам сейчас видео из Махачкалы, на котором вы как раз видите начало разгона сегодняшнего протеста. Женщины вышли против мобилизации, вышли, чтобы защитить своих сынов, своих мужей. И, к сожалению, так выглядел разгон этого митинга. К этой теме мы обязательно еще вернемся. Ну а сегодня днем, в воскресенье, в социальных сетях появились видео, как утверждают авторы протеста в селе Эндирей в Хасавюртовском районе Дагестана. По данным телеграм-каналов, там перекрыли федеральную трассу Хасавюрт-Махачкала. Как сообщил телеграм-канал, местные выступили против мобилизации. Канал Тут Дагестан утверждает, что из села призвали уже 110 человек. Судя по кадрам, полиция выстрелами в воздух попыталась разогнать протестующих. В Махачкале на митинге, как я уже говорила, начались и продолжаются до сих пор задержания. Давайте посмотрим на это без комментариев. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Конечно, когда смотришь на эти кадры, появляется вопрос. Эти женщины в Дагестане вышли только за тем, чтобы защитить своих близких или чтобы вообще выступить против войны, войны России с Украиной. Ну и вот такое свидетельство сегодня из Дагестана как раз есть. Мы покажем вам кадры из Махачкалы, где состоялся диалог между женщинами, протестующими и между местным полицейским. Давайте посмотрим. Не надо никуда идем, никуда не идем. Что на месте? Не за вами. А почему вы сейчас забираете наш руку? На кого напали? На Россию что ли? На Россию? На Настя! На Настя! Дай, гадина! Накануне нашего эфира, буквально за час до него, мы поговорили о ситуации в Дагестане, о местных протестах с экспертом по Северному Кавказу Денисом Соколовым. Давайте послушаем, что он нам сказал. Я думаю, что это в целом общее настроение, вопрос, кто-то боится его выражать, а кто-то не боится. И то, что кто-то выходит на улицы и дерется с полицией, отбивает своих, это говорит о том, что общество накалено. Дагестанское общество накалено, естественно, потому что там уже много было похорон, уже много могил в селах. И, в общем, люди понимают, что, во-первых, это серьезная война, а во-вторых, это вообще-то не их война. Такая общая официальная версия, конечно, это то, что это, как обычно, да, то, что это война всех россиян. Но люди же не глупые совсем. Они могут быть пассивны, но они не могут быть совсем идиотами. И люди прекрасно понимают, что это война Путина, в общем, это не война россиян. И Дагестан, который был под прессом 20 лет, в котором огромное количество людей, целое поколение было брошено в топку вот этой вооруженного конфликта и борьбы с терроризмом, как бы, да, Дагестан прекрасно понимает, что это такое. И совершенно непонятно, зачем забороться за ту власть, воевать за ту власть, которая убивала твоих детей 20 лет уже. Если в Москве были дагестанские женщины, там полицейские тоже под них убегали. Поэтому, да. Потому что женщина, она же мать, у нее сыновья, она уважаемый человек, ее нужно защищать. Конечно, полицейские, чем сталкивался с женщиной, конечно, он предпочитает бежать. Зачем ему такой позор? И я думаю, что больше слышен, наверное, голос матерей и голос молодежи. А дальше все очень сильно зависит от сел. То есть бывают села как бы лояльные, бывают села в меньшей степени лояльные. И бывают, вот мы видим, как в Абаюртовском районе и в Индерее такой жесткий кумыкский протест против мобилизации. Там кумыки участвуют, кумыки из этих районов, особенно из Индерея, они служили контрактниками в Шали и Борзое. И, в общем, они уже знают, они уже имеют и убитых, и они имеют отказников. Их сейчас по-новой пытаются мобилизовать. Понятно, что люди возмущены. Ну и появляются новости о том, что Росгвардию сейчас стягивают в Махачкалу. Будем наблюдать за ситуацией. Противующих якобы пытаются окружить.